Спасибо за приглашение в Санкт-Петербург. И я расскажу вам о забрюшенной саркове мягких тканей. Сейчас мы поговорим именно об этой части. Забрюшенная саркова мягких тканей. Приятное лечение. Здесь мы видим, что мягкие ткани, саркома мягких тканей по возрасту и локализации распределена. И вы видите, что возраст от 40 до 60. Здесь у нас красным отмечено. Это достаточно редкое заболевание, как вы видите. Но оно нарастает. И сейчас примерно 2% саркома мягких тканей – это именно забрюшенная саркома. Остальные здесь тоже упомянуты. Но мы сейчас говорим только о том, что отмечено красным цветом. Что касается дистрибуции в забрюшенной области липосаркома, как правило, и леомиосаркома. Остальное встречается достаточно редко. Забрюшенная саркома в 52% случаев – это липосаркома и в 23% – это леомиосаркома. Дифференциация бывает высоко дифференцированная, это лучшие прогнозы, и средние, низко и недифференцированные. Соответственно, прогнозы хуже. Рассмотрим на дифференцированные. Рекуррентность рецидива достаточно высоки. При леомиосаркоме рецидив местный гораздо реже встречается. Что касается отдаленных метастазов, то здесь тоже есть и дифференциация. У дифференцированной липосаркомы это не так часто, а у леомиосаркомы это происходит достаточно чаще. Отдаленные метастазы. В тодировании абдоминальной саркома нужно, во-первых, МРТ достаточно хорошо дает информацию, ультразвук не так хорошо используется и малоинформативен. Среди средств получения изображений он мало используется, потому что метастазы лимфатических узлов достаточно редки. Что обязательно нужно сделать, это катетерокальной области, потому что эта саркома часто дает метастазы в легкие. Кроме того, необходимо дифференцировать патологи, патоморфологи должны это делать, потому что в зависимости от этого мы выбираем лечение для пациентов. Теперь операции для заброшенной саркомы. Конечно же, нужна полная резекция, R0. Это означает, что обычно нужно делать операцию анблок. Нельзя что-то там, что-то сям. Кусочек сделает того, кусочек всего, весь орган нужно убирать. И нужно хорошенечко заранее планировать эти операции. Нужно убирать также соседние ткани или органы, причем делать это по методу N-блока. Об этом необходимо помнить, если вы имеете дело, заброшенные саркомы. Теперь выживаемость в зависимости от вида заболевания. Можно достичь 10-летнего периода общей выживаемости. Вот двухлетняя выживаемость 86%, пятилетняя 69%. А вот МРТ, простите, КТ пациента, который достаточно плохо себя чувствовал в течение двух лет, не мог есть, не мог понять, что с ним происходит. И вот сделали ему ультразвук, и вот обнаружили осложнение. Это КТ, мы видим липосаркому, как минимум. И эта саркома проникла также в тонкий кишечник. И здесь почки находятся. Так что это будет, как минимум, мультивисцеральная резекция. И вот продемонстрирую. Если вы планируете такую информацию, вам нужно убрать ободе, это хвост поджелудочной железы, почку, потому что она тоже задействована. И нужно посмотреть, работает ли почка, проверить это. И подготовить решение для подобного рода пациента. Может быть, на диалет его перевести. Что-то нужно обдумать, и нужно спланировать, и понять, что ждет этого пациента, если вы все эти органы ему удалите. Видите, получилось. Вот селезенка, это вид сзади. Вот саркома, электропатеринальная ткань изображенная. Здесь мы видим почку. Видите, достаточно сложно было бы убрать опухоль без почки. И без почки просто была бы не та резекция. Это не получилось бы, потому что ткани почки захвачены опухолем. Вот пожелудочная. Вот селезенка. Так что это резекция по методу НБЛОК. И удалось полностью удалить липосаркома. Вот хвост поджелудочный, который тоже захвачен опухолем. Так что это резекция по методу Р0. Обычно при такой хирургии другие органы тоже необходимо удалять. И очень часто нужно убирать почку, потому что она примыкает к запрещенному пространству. Также толстую кишку часто нужно убирать. Поэтому перед хирургией нужно хорошенечко промыть кишечник. Менее частно задействованы сосуды, желудок и тонкий кишечник. Их редко нужно удалять. Это означает, что после операции у пациента будут осложнения. Если приходится еще и желудок включать в объем резекции, то это ситуация высокого риска для пациента. И у него явно будут послеоперационные осложнения. Общая выживаемость в зависимости от края резекции. Достигли ли вы уровня Р0 или нет? Это очень важно. Если Р0 уровень был достигнут по краю резекции или просто по краю, то, соответственно, выживаемость пациентов дольше. Если это не удалось, если вы убрали только опухоли и оставили какие-то ткани опухоли, все-таки не все, то выживаемость хуже. Теперь о смерти в связи с отдаленными метастазами. Не такая же большая проблема. Не так часто это происходит. То есть на смерть пациентов это не влияет. Но на смертность влияется из-за местных рецидивов. Если произошел местный рецидив при заброшенной саркоме, то смертность достаточно высока. Это красная линия на графике. Так что очень важно при операции делать резекции по методу Р0, чтобы не было местных рецидивов. Что за факторы влияют на местные рецидивы? Вот публикация. И здесь был проведен универиантный анализ. Радиотерапия снижает местные рецидивы. Кроме того, если саркома высокой градации, то тоже высокий уровень. Размер более 18 сантиметров тоже повышает уровень местных рецидивов. И степень дифференцированности липа сарковы. Вот такой общий универиантный анализ были включены в сети факторы. А в мультивариантном анализе здесь была учтена только радиотерапия, статусы края резекции и гистология саркома. В этом случае мы наблюдаем также очень крупную забреженную липосаркому. Мы могли бы ее удалить, но здесь не удалось достичь уровня Р0 по краю резекции. Это был Р1, потому что здесь тело поджелудочное было задействовано. А бывают еще резекции Р2 у более пожилых пациентов с запрещенной саркомы, тем, кому за 65. У них высокий уровень осложнений и, конечно же, более низкий уровень долговременного выживания. Если у них особая гистология, если это высокодифференцированная ополь, даже при двух резекциях или неполных резекциях, мы получаем достаточно хорошую долговременную выживаемость. Так что очень важна именно гистология. И нужно знать все о тех пациентах. Что касается адювантной химотерапии послеоперационной. Адювантная химотерапия при запрещенной саркоме не влияет на общую выживаемость. Есть группы высокого риска, в которых это может помочь наличие химотерапии. Но это индивидуально для разных пациентов. Есть, существует чувствительность химотерапии при саркомах мягких тканей. При саркоме юнга, при эмбриональном, рапдоме саркоме. Они хорошо реагируют на химотерапию. А средняя химочувствительность у этих саркома бывает все-таки высокая или относительно высокая чувствительность к химотерапии при липосаркомах, упомянутых ниже. Так что нет лекарств для этих пациентов по химотерапии. У нас были проведены исследования, и здесь мы видим разницу по сарлюстатам резекции Р2 с и без химиотерапии. Иногда это возможно, но иногда нет. Что еще можно сделать? Мы знаем, что существует метод гипотермической гипотермии. Гипотермия неплохо работает при саркомах мягких тканей вообще и, в частности, при саркомах в брюшиной области. Вот инструменты, в которых можно делать и одновременно МРТ, и гипотермию здесь тоже можно проводить. Посмотрите на распределение температуры в брюшине. Гипотермию можно использовать. Это называется гипотермия интерперитониальная химиотерапия. Посмотрите. В университете в городе Мюнхен было проведено исследование. Было достаточно много пациентов, которых подвергали гипотермию и химиотерапию одновременно. Также и радиотерапия применялась, лучевая терапия. Использовались этапозиты фосфомита и доксорубецена. Мы поняли, что если сочетать введение химиопрепаратов с гипотермией, то результаты лучше. Общая выживаемость не сильно изменяется из-за этого, но общие результаты неплохие. Теперь про радиотерапию. При саркоме мягких тханий можно делать адевантно или неадевантно. Это все еще обсуждается, пока это не влияет на местные рецидивы. И нужно считать, сравнивать, затекать баланс между операционной смертностью и радиологической токсичностью. У нас проведено новое исследование, новые техники по применению радиотерапии. Было проведено исследование Вортекс, очень близко к опухоли, так называется, радиотерапия с модулированной интенсивностью. Вы знаете, я хирург, и я была под большим впечатлением от их результатов. Обычные хирурги не знают, что делают радиологи, но я была под большим впечатлением от той технологии, которую они нам предложили. Вот посмотрите, комбинация радиотерапии и хирургии может быть хорошим решением в будущем при этом заболевании. Нужно иметь это в виду. Очень хорошие результаты были продемонстрированы лучшей выживаемости и меньший риск рецидивов. Возможно, это пригодится. Теперь вернемся опять к неодевантной радиотерапии до операции при запрешенной саркоме. И вы знаете, это позволяет уменьшить край резекции. Но здесь нужно быть очень осторожным, с большой точностью после этой технологии проводить операцию. Молодцы радиологи, они действительно могут здорово достичь. И они делают буквально по краям опухоли. Именно нацелено проводят радиотерапию с большой степенью точности. Кроме того, возможна интероперационная радиотерапия. Вот липосаркома правой части мезоколона. Вот, посмотрите, здесь и вина, и кава, и аорта, и почка. Все это удалено. И затем на самое нужное место, когда мы были очень близки к R1 или R0, мы установили катетеры и направили пациента на радиотерапию, на выделение радиотерапии. Они дали ему 10 грей, и нужно быть очень осторожными. Нужно следить, чтобы быть хотя бы за 2 сантиметра от тех каналов, чтобы не попасть в тонкий кишечник. Потому что, ну, это достаточно высокоточная должна быть радиотерапия. Там сантиметр, даже полсантиметра имеет большое значение. Нельзя другие органы подвергать этому. А вот посмотрите на влияние на выживаемость. И если объединять хирурги и радиотерапию, то достаточно хорошие результаты получаются по выживаемости. Так что нужно рассмотреть радиотерапию. Это информация в доступе в онлайн. Можете проверить, насколько эффективной может оказаться хирургия в сочетании с радиотерапией. Так что это нужно обязательно прибавить в список наших инструментов и в стандарты лечения добавить. Это можно их облучать до операции, во время операции и после операции. Но похоже, что во время операции, интероперативно, результаты самые хорошие появляются. Можно до, можно после операции. Но в любом случае стоит это делать. В любом случае это пойдет на пользу пациента. Теперь о выводе. Забрюшинное саркому необходимо удалять Н-блок. Нужно тщательно планировать операцию. И я считаю, что такие пациенты должны лечиться в специализированных центрах, где знают, как лечить это заболевание. Нужно подумать об применении радиотерапии. Это безопасно и полезно для пациентов. На общую выживаемость это пока не влияет, но дает возможность общего местного контроля. Гипотермия также позитивно влияет. И я думаю, если это сочетается с химотерапией и с радиотерапией. Я очень верю в этот метод, в гипотермическую интерператональную химиотерапию. Это, мне кажется, позволяет увеличить долговременную выживаемость. И, конечно же, при операции необходимо думать о краях рецензиях. Должны обязательно мультидисциплинарные команды этим заниматься. И, конечно же, стадии и гистологические факторы важны для прогноза. Перед началом любого лечения нужно обсудить этого пациента. Командой специалистов каждый должен высказаться по поводу того, что он считает наилучшим для этого пациента. Спасибо большое за внимание. Спасибо за то, что нашли время приехать к нам и сделать такой прекрасный доклад. У меня к вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, у себя в клинике вы используете номограмму, предложенную итальянской группой, конкретно Александра Гронки, для прогноза течения забрюшенных сарком? У нас свой график, свое расписание по тому, как этих пациентов пролечивать, и мы не используем эту систему, эту шкалу. Я говорила о номограмме, которая была официально опубликована в этом году итальянской группой по саркоме. Я думаю, вы не поняли меня. Номограмма. Но мы в любом случае этого не используем. Не знаю. Тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что возможно использование лучевой терапии, интрооперационной лучевой терапии в тех зонах, где вы предполагаете, что возможна R1-резекция. Каков процент использования интрооперационной лучевой терапии в вашей клинике из общего числа операций при забрюшенных опухолях? В данный момент мы всем пациентам после операции, после резекции делаем сразу же внутриоперационную радиотерапию. Это по нашему протоколу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...